Где вы один из популярных личностей? И нам сейчас по секрету сказали, что вчера вы участвовали в радиопередаче с Павлом Доробом. Вот мне интересно, что для вас социальные сети, ваше участие в Твиттере, и стоит ли инвестору, бизнесмену заводить аккаунты в социальных сетях, или можно обойтись без этого? Мистер Киосаки, я читал твои твит-аккаунты, и твои онлайн-аккаунты. И вообще, секретно, мы получили сообщение, что вы проводили в радио, или проводили с Павел Доробом, я думаю, сегодня, в Сент-Петербурге. И что вы думаете о том, что вы получаете эти социальные сети, как бизнесмен? Что бизнесмен или инвестор, я думаю, в вашем уровне, иметь эти сети, и писать его собственные сети в интернете? Я не понимаю, что вопрос. I guess the meaning of the question is, is it worthwhile, and what goals do you pursue when you have your, let's say, Twitter account, and you write your tweets? What do you want people to hear, what do you want to say to people? Извините, Янушка. I do not know if you'll like my answer. Не уверен, понравится ли вам мой ответ на этот вопрос. I am an old man, you know. Я человек, скажем так, немолодой. И господин Дуров, с другой стороны, человек молодой. И поэтому я действительно не понимаю социальные медиа, соцсетей, соцсетей. Поэтому я должен быть виноват на людей, чтобы это сделать. И знаете, я не очень хорошо разбираюсь во всех этих интернет-штучках, во всех этих социальных сетях, твиттерах и так далее. Поэтому есть люди, которые работают на меня в этом смысле, и что-то там пишут. Мне и с сотовым телефоном-то приходится нелегко, что уж там говорить о всем остальном. Я разбираюсь в недвижимости, но не в технологии. Понимают, как работает бизнес, как действует налоговое законодательство, но в электронике и в интернете это не про меня. Но тот факт того, что я не очень в этом разбираюсь, не значит, что для меня закрыта дверь в социальной сети, или что их не следует использовать. А мы понимаем, что, скажем так, интернет и благосфера сегодня задвинули многих людей на обочину жизни. Они уже не актуальны. Например, в Америке многие журналисты теряют свою работу, но только потому, что люди перестали читать традиционные СМИ, эти журналы и газеты, где такие журналисты обычно печатались. Поэтому сетевые издания, я думаю, что они окажут или оказывают влияние и на вашу ситуацию, на вашу работу. Но поскольку я не хотел, чтобы эта тенденция негативно повлияла на мои компании, поэтому делаю все, что свои силы, чтобы достичь и молодую аудиторию таких людей, как Павел. Ведь мне нужно понять, да, или попытаться сделать все в моих силах, чтобы понять, о чем они живут и о чем они думают. И это прекрасный молодой человек, тот, с кем мы общались вчера. И я никогда не понимал, как он думает. Но в 2008 году я должен был привлечь людей, которые похожи на него. Но если посмотреть в 2008 год, что происходило тогда, мне приходилось общаться со многими людьми, подобными ему. для того, чтобы перестроить коренным образом свои бизнес-системы. Поэтому пришествие сети глобальной в нашу жизнь можно сравнить, наверное, со сменой эпох. Люди сначала ездили на конных повозках, да, а затем стали ездить на автомобилях. Наверное, что-то подобное. Поэтому те бизнесмены, которые, образно говоря, до сих пор ездят на этих упряжных повозках, ну, рано или поздно они вылетят с бизнеса. И мне показалось важным пообщаться и с ними, и с другими такими людьми, потому что не хотелось бы, знаете, потерять свой бизнес. Дело, конечно, не только в бизнесе, но и в сфере, скажем так, отношений с правительством, потому что ведь у технологий, у интернета нет границ. Сегодня новые поколения, господин Дуров, Марк Цукерберг, Стив Джобс, они меняют мир и при этом не спрашивают разрешения ни у каких правительств. То есть делают это, даже можно сказать, помимо воли этих правительств. Поэтому мне показалось интересным и важным пообщаться с ним, чтобы узнать, как он думает и о чем он думает. So he's a very bright, good young man. I mean, he can be a tremendous asset to Russia or he could be a tremendous liability to Russia if his ideas are not respected. Очень одаренный, очень яркий молодой человек и в какую колонку актив или пассив по отношению к России и его записать, вот это вопрос. Он может стать активом для страны, а может стать и пассивом для нашей страны в зависимости от того, что случится с его энергией и с его идеями, как они будут восприняты. И мы приходим к пониманию, что социальные сети, в частности, это огромная новая мощная сила не только для национальных стран, а также, но в принципе, для всего мира. Поэтому люди в возрасте, такие как я, должны прислушиваться к людям из его поколения. А вот почему состоялась наша вчерашняя встреча. спасибо. Спасибо.